еще некоторые заканчивают например сумму если вы умеете работать если на игру вот или цингом как сейчас говорят если какой-то курс у вас есть я имею ввиду курс не какой-то условный такой вот я имею ввиду прикладной курс на прикладного цигуна у нас кстати недавно вышел один из уроков который я советовал вообще всем не тем кто не только тем кто практикует лауф он вообще советовал всем бойцам обратитесь к этому уроку значит если вы пропустили турок перейдите на канал лауф н все ссылки внизу и там желтых поясах до уроках для желтых поясов вы найдете один из последних уроков как раз он относился к на игру по моему желтым поясам вот очень рекомендую тоже значит можно вот такими вот вещами тоже позаниматься в конце тренировки почему ну потому что вообще на игру вот такой прикладной который касается бойцов он это тоже хорошая подспорье в вашей дальнейшей боевой практике спарринговой прикладной практике да он этот на игру учит вас правильно дышать правильно не в смысле как надо а в смысле как не уставать как не задыхаться как контролировать свои действия да ну потому что я еще раз напомню ребят когда ваше дыхание зависит от ваших действий а чаще всего именно так да тут вы начинаете махать руками ногами и ваше дыхание вот это вот сбиваться когда ваше дыхание зависит от ваших действий это значит что нервная система начинает зависть зависит от дыхание это вполне естественно нервная система начинает гасить массу начинает гасить массу каких-то как это сказать каких-то стимул дополнительных да вот это означает лишний раз что вы чего-то не заметите не почувствуете не поймете а противник вашу в это время может быть как раз хорошо чувствует видит и слышит да и понимает все понимаете о чем я говорю да то есть вы наоборот должны разгружать свою нервную систему для этой цели обратная ситуация существует от вашего дыхания должны зависеть ваши действия вот для этого учатся вот прикладному на его для начала по крайней мере первый шаг вот и тогда вы действительно лучше соображается в течение тех долей секунды когда вы там выполнять целый ряд своих действий не задыхаетесь не устаете контролируйте всю ситуацию действуйте не хаотично а продуманно и нервная система вас не грузит мне не отключает там кучу вашего функционала а наоборот расслабляется достаточно до этого возможности еще дополнительно вот это вот вот таким вот образом ну и заключить тренировку я бы советовал тоже какой-то ну пусть небольшой какой-то медитации когда вы вот отработали все все вы так вот проработали у вас в голове уже никаких проблем не осталось там вот этих вот с которыми вы пришли на тренировку на эту вот и вот вы отработали и надо как-то вернуться в жизнь да нужно немножечко расслабиться нужно сделать так чтобы вот то что вы отрабатывали чтобы она немножечко упала внутрь упала ну туда куда-то где вот это вот все хорошо отрабатывается прорабатывается то что даст вам возможность завтра приступить к тренировке и так далее да то есть надо немножечко отключиться от процесса который вы сейчас выполняли вот садитесь на 5-10 минут то же самое разгружайте свое сознание вот ну начинаете с релаксации потом . сознание свое разгружаете и все на этом тренировка заканчивается вот в принципе как видите не так много этапов и они не так сложны ну может быть поначалу сложны но в целом мне кажется не так все сложно достаточно может быть легко кстати к вопросу растяжках и прочим подобным вот о чем мы говорили там заключение тренировки например да еще может быть в качестве совет ребята еще раз это не какая-то обязательная программа но кому-то например очень удачными кажется еще отмахивание ногами например на вперед отмахали в бок в сторону до отмахали когда у вас стопа лежит горизонтально да вы отмахиваете так вот как бы на на боковом ударе ногой да вот так же точно назад отмахали например и несколько вариантов там круговых ударов ну например перед собой да и там скажем за спиной несколько круговых ударов каких-то существует модификации если вы их знаете вот их еще можно такие круговые понемножечку ну хотя бы по десятку или по двум десяткам раз в каждую сторону кому-то это тоже очень хорошо после тренировки почему потому что это и дополнение к вашей растяжки да у вас было там статическая там растяжка твердим динамическая динамичная растяжка например да ну тоже неплохо динамичная такая растяжка обычно у всех лучше чем статичная но тем не менее наверное неплохо бы тоже и развивать вот так одну секунду алекс пишет так секунду не они сначала закуп пишет ну да в это время внимание на дыхание они на реальности да совершенно верно и алекс пишет действия подстраивать под дыхание они наоборот знакомы принципный гонда совершенно верно совершенно так вот таким образом мы с вами сегодня немножко пробежались по поводу того каким образом можно тренироваться самостоятельно когда возникает такая необходимость вот как сейчас во время вот этого вот коронавируса когда нас немножко ограничивают своей подвижности вот значит и по поводу того как на совсем тесной территории какой-то тренироваться там да ну ребят сначала на это сложновато может быть у меня приятель так разбил стекло в каком серванте у себя вот что ты люстру какую-то тоже так ну то есть бывают такие моменты ребят сначала осмотритесь тоже так немножечко посмотрите там если у вас люстра низкой висит ну наверное надо в ее сторону по крайней мере размахивать руками и ногами да если у вас стол где-то рядом с вами но наверное нет смысла тоже колотить в ту сторону по крайней мере сначала слишком активно потому что ну если столу ничего не будет то ваши ноги или вашей руке может быть что-то будет да вот ну и так далее то есть вот это вот посмотрите с немножечко скоро вы привыкнете к этому пространству там пусть даже небольшому и даже закрытыми глазами там сможете тренироваться ничего не задевая но поначалу тоже надо быть аккуратными